Начнем с самой важной темы этого дня. Этим утром наш город буквально увяз в снежных пробках, устроив настоящий транспортный коллапс. Огромное количество выпавшего снега буквально парализовало движение не только автомобилей, но и пешеходов, спешащих на работу. Что стало причиной проблем на дорогах и кто в ответе за непроходимые дороги узнавала наша съемочная группа. Такого снегопада в Кунгуре не было с самого начала зимы. За одну ночь выпала, наверное, месячная норма осадков, что в совокупности с сильным ветром привело к появлению настоящих сугробов на дорогах и тротуарах. Первые пешеходы ранним утром напомнили альпинистов, штурмующих препятствия, а многие автомобилисты сумели выбраться из дворов и частного сектора с большими трудностями. Первая мысль автовладельца – где же снегоочистители и почему дороги абсолютно не чищены? Техника вышла в первые часы снегопада, так осуществлялась патрульная очистка города. Специалистами управления городского хозяйства проведены контрольные мероприятия, в рамках которых подрядным организациям выданы предписания, установленные сроки по очистке города. За нарушение сроков и требований в рамках муниципального контракта подрядные организации будут привлечены, если не выполнят указанные требования, будут привлечены к ответственности. И действительно, с рассветом центр города оказался завален осадками. На улице Голованово в микрорайоне Черемушки мы увидели забитые снегом парковочные карманы и заметенные автобусные остановки. Никакой спецтехники на главных дорогах мы не обнаружили. Подрядчик, обслуживающий улицы в верхней части города, известный многим предприниматель Владимир Мазунин. Почему его снегоуборщики не почистили дороги вовремя, нам выяснить не удалось. Однако добросовестного исполнителя своих обязательств перед кунгуриками найти не составило труда. Техника еще одного подрядчика Владимира Желтышева была замечена нами в микрорайоне Засылва. Здесь дороги имеют достаточную ширину, а остановочные площадки работники чистят вручную. Сегодня в плановом режиме техника вышла на уборку городских улиц в количестве пяти единиц. Чистим центральные улицы Ленина, Гагарина, Свердлова, Труда, автобусные маршруты, остановки. Работаем в плановом режиме, работаем круглосуточно, контролируем обстановку дорожную. Проблемы нечищенных дорог для некоторых автолюбителей превратились в настоящую головную боль. Не обошлось этим утром и без дорожно-транспортных происшествий. В утренние часы произошло сразу семь аварий на дорогах. Из них четыре в черте города. Как сообщают дорожные полицейские, столкновения случились из-за несоблюдения установлены к дистанции между машинами. Тем не менее, к вечеру осадки прекратились, а это значит, настало время подводить итоги. Оценка качества начинается только после окончания снегопада. В первую очередь очищаются автобусные маршруты у нас. Ну, дороги с твердым покрытием, асфальтобетонные. Второстепенные дороги, на них норматив больше по очистке, они во вторую очередь очищаются. Однако уже сейчас можно понять, что кое-кто со своими обязанностями не справился. Остается надеяться, что штрафы помогут ускорить работу подрядчиков, ведь до конца зимы обещают еще немало осадков.